Наша живая дема. Надеюсь, вам все хорошо видно. Перед вами сейчас должен быть экран клауд-директора. То есть тот инструмент, который нам хорошо знаком и, по сути, наверное, единственное такое вендорское решение по предоставлению IaaS и PaaS-сервисов, как мы говорим, hyperscaler-like, то есть которые могут соперничать с большими крупными вендорами публичных облаков. С чего все начинается? У нас есть обычный клауд-директор, то есть upstream-версия, клауд-директор 10.2.2. У нас есть обычный кластер в Esfera, как это наша хорошо вам знакомая лаба, кто смотрит вебинары Леши Дарченкова, Лены Гнидиной. Это, собственно, та лаба, где вы смотрите наши замечательные веса, наш замечательный Tanzu без каких-либо интеграций, то есть Tanzu без всего. А также у нас есть наш NSX, опять же NSX 3.1, то есть по сути наш валидированный дизайн в одной из последних версий для облачных провайдеров. А пререквизитами к, естественно, к Tanzu является включение нашего workload control plane на VCP или Project Pacific, то есть видно, что в кластере он у меня включен и хорошо себя чувствует, нормально работает. Также пререквизитом, естественно, является NSX, да, то есть Tanzu Basic может работать и без NSX, но для интеграции с клауд-директором и для всех его, для всех оркестраций NSX нам необходим. NSX у нас, видно, по топологии делится на два таких сегмента, да. Один сегмент у нас находится под управлением клауд-директора, и это хорошо знакомые вам клауд-директорские сети, да, то есть это External Network на базе T0 и Edge, которые уже принадлежат заказчику на базе T1. И есть еще один сегмент, который управляется уже на стороне Tanzu. Выше это все стыкуется с сетью, и между всеми этими сегментами у нас есть, естественно, сетевая связанность. Собственно, сам клауд-директор. Давайте, наверное, сразу перейдем в организацию, да, то есть у нас есть обычная организация, у нас есть провайдер VDC. В этот провайдер VDC мы можем опубликовать так называемую Kubernetes Policy, да, то есть вот наш организация VDC, проваливаемся в него и в политиках, да, то есть там, где у нас Placement Policy для виртуальных машин, где у нас политики хранения, у нас также появляется отдельная политика для Kubernetes. Собственно, на самом деле, что такое Kubernetes Policy в терминах клауд-директора, это namespace в терминах Vsphere, Vistanzu, да, то есть видно, что вот этот наш T0.dev, да, то есть так называется T0.dev, да, плюс уникальный чекида, который говорит клауд-директор. Это же является политикой Kubernetes уже в самом клауде. Видно, да, что здесь у нас есть базовая настройка, да, при публикации мы сдаем имя, мы сдаем базовые ресурсы, да, то есть мы должны выделить ресурсы, ресурсы выделяются из-за того же самого пула, который у нас выделен для организации, то есть из нашего Organization VDC. Здесь я бы оговорился, что Organization VDC должен предоставляться по модели Flex, то есть allocation, pay, reservation – это все не поддерживается, это не будет работать, и нам нужен обязательно pay. Как у нас выглядит провайдер VDC в таком случае? Опять же, видно, да, что у нас здесь появляется такой штурвал Kubernetes, да, и у нас в самом провайдер VDC мы также видим опубликованную Kubernetes полиси, то есть это та глобальная Kubernetes полиси, которая у нас живет в нашем кластере в асфере, да, то есть как раз это наш VCP, то есть Cloud Director видит его как-то более глобально. Собственно, внутри нашей политики, опять же, да, все это делается, все это генерируется автоматически, то есть здесь как бы что нам единственное нужно, это обеспечить интеграцию с сертификатом, но об этом буквально через минуту. Здесь самого интересного мы видим машин-классы, да, то есть машин-классы – это заранее преднастроенные ресурсы под наши worker-ноды и под мастер-ноды. То есть, опять же, это все у нас наследуется от нашего Anzu-кластера, то есть от VASphere плюс Anzu. Ну, здесь, опять же, обычные политики, да, то есть это обычная политика новоцентра, которую видит Cloud Director, и которую также ее публикуют своим тендентом. Окей, то есть, как я уже сказал, Cloud Director уже из коробки, да, начиная с версии 10.2, понимая, что у нас в кластере проенейблен Танзу, что наш кластер подготовлен для создания контейнера внутри. Опять же, да, чтобы все работало, нам нужны ССС-сертификаты. В принципе, опять же, здесь нет ничего сложного. Нам нужно импортировать сертификаты, которые у нас назначаются на Танзу в Endpoint, да, то есть нам их надо импортировать в Cloud Director, ну, вот как в UBAP у меня вот здесь импортирован. И, в принципе, это такой основной реквизит с Cloud Director. Если что-то не работает, то, скорее всего, дело в сертификатах. Далее, когда у нас Cloud Director понимает, что в кластере есть Kubernetes, он активирует Kubernetes полиси для кластера, и у нас появляются два дополнительных write-бандла. Появляется один write-бандл, да, этот Tanzu Kubernetes Cluster Entitlement, и с следующими правами, то есть администрирование TKJ кластеров, ну, то есть политики view и политики manage для TKJ кластеров. Собственно, для пользователей нам надо будет, чтобы все write-бандлы были опубликованы в организации. Ну, то есть видно, что я перед демо, естественно, все это сделал, опубликовал это тенантом. Ну, опять же, в дефолт-бандле я тоже изменил это все, и если необходимо, то можно создать отдельную роль Kubernetes администратора. С точки зрения провайдера, как выглядит публикация в Kubernetes полисе, то есть как выглядит, по сути, включение возможности использовать Kubernetes внутри Cloud Director для тенанта. Здесь мы выбираем текущую полисе, мы можем это делать из окна провайдера VDC, либо из окна organization VDC, там также будет кнопочка add. Нет, здесь мы нажимаем publish, да, назовем это. Обязательно нужен description. Мы также выбираем organization VDC, куда мы это будем публиковать. Здесь мы выбираем те ресурсы, которые мы аллоцируем под Kubernetes. Опять же, ресурсы будут использованы те, которые выделены в провайдер VDC. То есть в нашем случае у нас сейчас доступно 25 ГГц и 59 ГБ памяти. То есть если мы выделяем 5 ГГц и там 32 ГБ памяти, то видно, что у нас здесь оставшиеся ресурсы изменились соответствующе. Здесь есть две опции, то есть хотим ли мы резервировать ресурсы или не хотим. А это, в свою очередь, будет влиять на те машин-классы, которые будут доступны для создания. То есть видно, что если я не резервирую ресурсы, то мне доступны так называемые best-effort классы. Выбираем наш небольшой класс, выбираем storage policy, которая будет доступна. И все, мы, по сути, готовы к выполнению. Запускается оркестрация и создается политика. Собственно, давайте не будем ждать, пока создается политика, а переместимся уже в зону заказчика, как это будет все выглядеть для заказчика. Заказчик также логинится в свой портал Cloud Director. Здесь, скорее, логин базовый выполняет наш администратор, то есть наш администратор, наша роль тенант администратора. И ему доступна новая вкладка, Kubernetes Container Cluster. Кстати, чтобы она стала доступна, опять же, мы должны немножечко кастомизировать портал, зайти в управление плагинами Cloud Director, найти контейнер UI-плагин. И этот контейнер UI-плагин мы также должны опубликовать тенанту, которого мы хотим предоставить доступ к сервису Kubernetes внутри Cloud Director. Видно, что я это уже сделал заранее, то есть я опубликовал для пользователя T0, для организации T0 этот плагин. Собственно, плагин у нас доступен. Перед этим буквально пару слов про сеть. Вы видели, что у нас есть два независимых, скажем так, точки управления. Одним куском у нас управляет Tanzu, другим мы также управляем Cloud Director. Собственно, к чему у нас это приводит? На Edge в момент публикации Kubernetes Policy у нас будет создано одно дефолтное, так называемое NAT-правило. Видно, что оно приходит от системы, то есть от Cloud Director. И мы, по сути, NAT-им, мы, по сути, делаем S-NAT в сеть. Это у нас приватная сеть, где у нас живет Ingress, где у нас живет Ingress Kubernetes Cluster, который у нас, опять же, настроен вот здесь. Если мы посмотрим, то мы сейчас увидим вот эту вот Ingress сеть. Это та сеть, которая у нас отдана в Sphere Vestand. Но об этом мы уже поговорим в презентации, пока я предлагаю это запомнить, что вот эта оркестрация делается уже на уровне Cloud Director. Собственно, мы переходим непосредственно в контейнер кластера. У меня уже есть заготовленный кластер, но об этом, опять же, чуть позже. И дальше. Кластер у нас один Kubernetes Runtime, всего их может быть три штуки. Да, они должны быть в, скажем так, DNS-нотификации, то есть пробелы не допускаются. Мы выбираем Virtual Data Center, где мы это будем публиковать. Как видно, у нас доступно здесь две Kubernetes Policy. То есть это T0Dev, которая была создана изначально, и 4Dima, которую я создал. Мы можем выбрать версию Kubernetes, которая будет использоваться. По сути, это все наследуется от Tansu, от Vesphere VesTansu, то есть это наследуется из VPC Cloud Director. Это, собственно, те готовые образы, которые у нас поставляются с продуктом Vesphere VesTansu. Ну, можем выбрать 18.5. Выбираем количество MasterNode. Да, MasterNode может быть одна или три. Три, да, если мы выбираем две, он нам выдает здесь подсказочку, что либо Multimaster, либо Single Master. В целях экономии ресурсов ставим по одному. Выбираем Machine Class, да, то есть это тот размер ноды TKG Cluster, которые мы будем использовать. Выбираем Policy. Здесь у нас есть доступ к редактированию под CIDR и Service CIDR. Это важно, да, потому что мы не должны допускать пересечения под CIDR, Service CIDR, которые используются под TKG Cluster, да, то есть под вложенный кластер с тем, что у нас настроено в самом Tansu. Ну, у меня видно, да, что у нас пересекается адреса с Ingress, и Service CIDR у нас также пересекается, да, то есть если вы это делаете в Greenfield, то базовая рекомендация планировать все свои IP-адреса заранее. Поскольку у меня есть это пересечение, я при создании просто использую другие адреса, нажимаю кнопочку Finish, и у нас все начинает работать. Наверное, важная вещь, да, про что я хотел сказать, мы обеспечиваем полную изоляцию кубернетис-кластеров, которые принадлежат одному из тенентов, да, то есть мы не допускаем других тенентов к управлению и к получению какого-либо доступа и чего-либо, да, мы это делаем на самом деле достаточно. Просто мы это все оркестрируем на уровне NSX, то есть если мы возьмем наш T1, да, T1 у нас создается под каждый namespace, это так работает наш Tanzu. Если мы зайдем на этот T1 и посмотрим, какие у нас есть правила фаервола, то мы увидим, что в кластер у нас может ходить только внешний IP-адрес сети в Cloud Directory, то есть это IP-адрес из нашей external сети в Cloud, да, сейчас я это покажу, и это, по сути, адресы, это наши адресы нашего Ingress и Egress сетей внутри уже непосредственно Tanzu. Но есть ключевое, да, не могу выделить, что мы пишем, то есть не мы, а Cloud Director плюс Tanzu оркестрирует создание T1, и при создании T1 мы уже здесь прописываем те адреса, которые могут получить доступ к кубернетису, то есть никто другой доступ к кубернетису не получит. Ну, собственно, прошу прощения. Собственно, вот наш аджик, и видно, да, что под аджик у нас аллоцирован как раз тот адрес, да, про который я говорил, 172.20.2, то есть это, ну, можно представить, что это какие-то белые адреса с публичной сетью, да, для меня это, поскольку lab — это серая IP-адреса, но неважно. Собственно, это приводит к тому, что для доступа к кубернетису к кластеру, да, нам понадобится JumpHost, который будет находиться в периметре организации. То есть мы в базовой нашей рейферсной архитектуре, мы говорим, что мы прячем кубернетис где-то внутри провайдера, а доступ к нему осуществляем через JumpHost уже непосредственно из периметра самой организации. Да, что я сделал заранее, у меня есть JumpHost, который живет внутри провайдера, адрес, опять же, из совершенно серой неизвестной сети, 10.1.1.10. На JumpHost у меня есть Dan отправила, который дает мне доступ по SSH. Мы берем наш Пути, открываем доступ, открываем наш SSH-сессию. Работаем только по-грутоу, никак иначе. И, собственно, это наш JumpHost, да, чтобы все было честно. Мы видим, да, что у нас нет никаких преднастроенных пластеров и так далее, да, то есть у нас нет доступа никакому кубернетису. И что мы уже из этого можем сделать? Мы берем наш environment тестовый, скачиваем конфигурацию. То есть идея такая, да, что администратор, то есть tenant-администратор создает кластер, да, tenant-администратор создает JumpHost. Дальше берет вот этот вот файлик с кубконфигом и отдает этот файлик девелоперу, да, который уже помещает, ну вот, например, как я, в стандартную оснастку кубера. И, в принципе, мы видим, да, что у нас кубернетис начинает работать, и мы видим, что мы получили доступ к кубернетис-кластеру, который мы создали, ну, который я создал вчера перед... перед-перед-перед-перед лабой, так... Дальше, да, что мы можем сделать из этого кубернетис-кластера? Наверное, мы можем попробовать создать, например, подик, да, то есть делаем просто kubectl run Nginx, да, берем имидж Nginx и смотрим. Да, видим, что у нас все создалось, да, то есть вся оркестрация отработала. То есть Nginx работает, стартанул, и все с ним отлично. А следующее, да, что мы бы хотели сделать с нашим приложением? Скорее всего, мы бы хотели, чтобы наше приложение было доступно как-то из внешнего мира. Давайте сделаем его доступным из внешнего мира. Опять же, создаем сервис типа LoadBalancer и назначаем его на 80-й порт. Давайте проверим, что у нас все заработало. Да, видим, что у нас появляется сервис LoadBalancer под Nginx, и мы видим external IP-адрес. Собственно, у нас появляется этот адрес, да, а встает вопрос, да, как к нему получить доступ. Потому что если я перейду сюда, да, хоть я и нахожусь в своей, в своем environment для лабораторики, да, но доступа у меня нет. Потому что, как вы помните, NSX закрывает все фаерволом, и все эти правила не так-то просто изменить. Да, я бы даже сказал, что их очень сложно каким-то образом поменять. Это решается, на самом деле, достаточно просто. Мы должны также вернуться в наш Cloud Director, перейти на наш Edge, и сделать еще одно NAT-правило для доступа уже по... для доступа по 80-му порту, как бы это было. Давайте, да, у нас есть еще один отдельный IP-шник, то есть external порт, пускай будет 80. Да, internal IP-адреска мы должны здесь взять, который нам был выделен. Назначим приложение HTTP, то есть просто 80-й порт. Сохраняем. Появляется правило. Берем наш внешний IP-адрес, да, внешний IP-адрес для этой организации, и видим, что мы имеем доступ к нашему контейнеру. То есть мы получили доступ к нашему Nginx контейнеру через Cloud Director, да, и через... То есть мы получили доступ к контейнеру, который запущен на TKJ-кластере, который управляется в асфере Вистанзу, и сверху оркестрируется Cloud Director. Самое уникальное здесь, да, что мы никак не трогали, по сути, Kubernetes. Мы не собирали отдельный environment, мы не интегриживали Kubernetes с каким-либо CNI, то есть с каким-либо контейнером нетворкингом, да, то есть все это было сделано на бэкэнде. Единственное, что было сделано в начале, это была развернута наша платформа в асфера, да, был развернут NSX, был развернут Cloud Director, то есть все те компоненты, с которыми вы работаете уже сейчас. Единственное, в асфере, да, мы включили workload management, да, то есть наш VPC, который позволяет делать всю эту автоматизацию. И также это все достаточно просто. Просто было сделано. Собственно, это, наверное, все, да, все основное, что я хотел бы показать, да, наверное, может, еще про NSX, да, что сетевая автоматизация, она, опять же, была сделана на уровне NSX, то есть все это полностью автоматизировано, автоматизировано, оркестрировано и провайдеру, тенант-администратору и даже разработчику не нужно глубоко погружаться в инфраструктуру, да, то есть мы можем просто найти этот IP-адрес, найти IP-адрес load balancer, да, внутри нашей, нашего NSX, мы увидим, да, что у нас все наши тенант-правила, мы увидим, что у нас создан load balancer, да, это вот все делается автоматически на бэкэнде, да, здесь мы видим внутренний наш IP-адрес, который отдан под, и мы видим, да, что внешний IP-адрес, который непосредственно будет балансироваться на NSX, он также создан, также, как вы видели, доступен, да, само наше приложение нам доступно.